Здравствуйте, уважаемые зрители! В прошлом видео я показывал, как выводить показания с датчика температуры DS18B20 на четырехсимвольный светодиодный индикатор с помощью arduino on. Также обратил ваше внимание, сколько занимается скетч при компиляции для ATtiny13. Скетч занимает более 1 килобайта, так что в данном виде в память ATtiny13 он не помещается. Вторая сложность, что у ATtiny13 всего один таймер, а нам нужно его использовать для двух параллельных процессов. Задание задержки примерно в одну миллисекунду, пока датчик измерит температуру. И задание задержки во время вывода цифр на светодиодный индикатор, в зависимости от ситуации от 1 до 5 миллисекунд. Это позволяет нам последовательно включать каждую из секций светодиодного индикатора. Но происходит это так быстро, что глазу кажется, что все секции горят одновременно. В этом видео я расскажу как можно с помощью ATtiny13 выводить текущую температуру с датчика DS18B20, который у меня в герметично-металлическом корпусе, на четырехсимвольный светодиодный индикатор. В работе мне очень помогла информация на одном из форумов. Спасибо автору сообщения, ссылка будет в описании. В общем это код функции из самой библиотеки OneWire, но существенно оптимизированный для работы с ATtiny. То есть в коде скетча подключать библиотеку мы не будем, а будем использовать только нужные для нас ее функции. Но для нашего случая в чистом виде этот код не годится, так как в бесконечно повторяющемся цикле while главной функции main здесь установлена задержка в одну миллисекунду. А как я уже говорил, светодиодный индикатор на четыре цифры в этом случае правильно работать не будет. Функция же millis, которую обычно используют для замены delay на платах ардуино, на ATtiny13 работает не всегда корректно из-за быстрого переполнения внутреннего таймера. Впрочем, millis это ардуиновская функция и использовать ее с ATtiny не совсем правильно, так что пойдем немного другим путем. У библиотеки для работы с ATtiny13 есть несколько примеров. Например, стандартный скетч Blink, но который написан на C без использования функций среды разработки Arduino IDE, что существенно уменьшает занимаемое скетчем место в памяти. Есть еще один пример скетч Blink using Timer 0. Его идея в том, что мы отслеживаем переполнение нашего единственного таймера T0 и когда у нас срабатывает прерывание соответствующее этому событию выполняется некоторый программный код. В данном случае переключаем уровень сигнала на пене обозначенном PB2 с высокого на низкий и наоборот, тем самым включая и отключая светодиод. В начале скетча дано обоснование, почему мы используем число 37. По идее при частоте работы микроконтроллера в 9,6 МГц это нам должно дать задержку примерно в одну секунду. На самом деле далее мы убедимся, что это не совсем так и подберем нужное нам значение эмпирическим путем. То есть именно на прерывание, связанное с переполнением таймера, мы и повесим измерение температуры, а в основном цикле будем работать со светодиодным индикатором и использовать необходимую нам задержку по времени. Перейдем к объединенному скетчу. Я использовал части своего скетча из позапрошлого видео, не стал переписывать, тем более увидите, что места хватает и сразу будет видно где вставки моего кода. Вначале идет подключение библиотек и конфигурация работы с OneWire. Далее мои переменные, в том числе битовое представление всех цифр, пробела и знака минус. Паузу для светодиодного индикатора я задал в микросекундах. Функция DelayUS как раз и задает паузу в микросекундах, в отличие от функции DelayMS, которая задает в миллисекундах. 3 миллисекунды мне показалось слишком мало, а 4 слишком много. Решил сделать 3,5 миллисекунды или 3500 микросекунд. Далее снова идет большой блок по сути библиотечных функций для работы с датчиком температуры по протоколу OneWire. Потом идет функция ShowDigital, о ней я подробно рассказывал в позапрошлом видео, которая работает со сдвиговым регистром и ее назначение вывести указанное число в указанную секцию светодиодного индикатора. После идут настройки для работы с таймером, которые взяты из примера BlinkUsing Timer и назначение пинов с 1 по 4 на работу с выходным сигналом. Эти пины у нас работают с сдвиговым регистром и светодиодным индикатором. Опять же, для единообразия кода можно было бы записать это вот таким образом, но я оставлю как есть, чтобы в дальнейшем проще было увидеть мои вставки. В данном случае на размер при компиляции это не влияет. В теле цикла While мы преобразуем получаемое число, соответствующее увеличенной в 10 раз температуре, в массив цифр. И, наконец, функции, работающие с прерыванием по переполнению таймера, мы примерно раз в секунду подаем запрос на измерение текущей температуры. И через секунду, которая нужна датчику для измерения температуры, получаем у него ответ. Вычисляем температуру и заносим в переменную темп. Число 37 заменил на 4, так как опытным путем получилось, что именно 4 примерно соответствует одной секунде, необходимой для измерения температуры. Теперь рассмотрим схему подключения. В общем-то, она такая же, как и в предыдущих случаях. Отличительной особенностью от предыдущих 7 является то, что пятый пин PB0 мы используем для общения с датчиком температуры. Собственно, он для общения с внешним миром и предназначен. Следовательно, 11 пин сдвигового регистра я подключаю вместо пятого пина к третьему пину ATTINI. И изменил немного подключение общих катодов, просто чтобы нам в коде функции ShowDigital избавиться от необходимого условия и мы отправляли бы низкий сигнал на тот же пин, номер которого соответствует номеру секции, в которой мы зажигаем цифру. Напоминаю, для управления секциями я использую те же пины, что работают со сдвиговым регистром. Вот так вот страшная схема выглядит, собранная на макетной плате. Но ничего, в одном из будущих видео я изготовлю по данной принципиальной схеме печатную плату и получится готовое функционирующее устройство, работающее от батареек. Я покажу процесс проектирования и создания печатной платы, отрисовку дизайна корпуса и печать его на 3d принтере. Но все это немного позже. А сейчас загружаем скетч в ATTINI 13, вынимаем ATTINI из программатора и устанавливаем на макетную плату. Подаем питание. Светодиодный индикатор сначала показывает 0 градусов, а затем температуру в комнате с точностью до десятых градусов. Я не буду снова производить эксперимент со льдом и ждать пока температура опустится до минусовой, такой эксперимент уже был. Просто сделаю по умолчанию, чтобы крайняя левая секция показывала минус, чтобы вы убедились, что задействованы все четыре секции светодиодного индикатора. Добавляю данную корректировку в скетч, загружаю. Кстати, обратите внимание, скетч занял всего 758 килобайт памяти. То есть, у нас почти четверть флеш памяти ATTINI 13 осталось свободно. Устанавливаем ATTINI на макетную плату, и снова видим значение текущей температуры, только с горящим для демонстрации минусом. Вот таким образом, возможности малыша ATTINI 13 достаточно не только, чтобы работать с датчиком температуры DS18B20, но и выводить получаемое значение температуры на четырехсимвольный светодиодный индикатор. Еще у нас остается в запасе незадействованная первая ножка, которая связана с ресетом, но чтобы ее задействовать, нам придется обсудить такую важную интересную тему, как работа с юсбитами. Именно этой теме и будет посвящено мое следующее видео, которое выйдет на следующих выходных. Спасибо за просмотр! До встречи через неделю! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok